Ваши еврейские праздники Ваши еврейские праздники написано в Библии, которую читаешь ты и я во всех странах мира, написано вот праздники мои, праздники Господни. Поэтому Суккот один из важнейших трех праздников, праздников Шла-Шла-Регелим, это буквально когда каждый читающий Тору иудей должен был прийти в Иерусалим на поклонение Богу. И это говорит о том, что это очень важный праздник и этот праздник, мы сейчас с вами об этом поговорим, он особенный вообще для каждого еврея и нееврея на самом деле, потому что есть особое повеление для всех народов этот праздник. Ну, сейчас мы, наверное, об этом поговорим. И, ну, в этом году этот праздник это вообще бинго-бинго. Я хотела назвать, нет, вы, название проповеди, ну, название проповеди, собственно, понятно, Суккот. Но я хочу вам сказать, мой Суккот. Скажите Всевышнему вот сейчас Богу, что я хочу пережить мой Суккот, вот мой личный. Боже, открой для меня сегодня что-то такое особенное в этом празднике, что будет моим личным покрытием от Тебя. Я открываю сейчас свое сердце, я открываю сейчас свои уши, говори ко мне, Твоим Духом Святым, я хочу узнать для себя что-то новое, именно для себя, потому что этот праздник, он для меня. Я молюсь Тебе во имя Ешоа Мессии, Амэн. Поэтому я называю мой Суккот, потому что каждый праздник, в нем заложена огромная мудрость Божья, огромное откровение от Всевышнего для каждого из нас лично, для всего народа Израиля, для всего мира. И знаете, опять же, я повторяюсь, но я буду об этом говорить, что мы, знаете, эгоистично настроены, мы говорим, время бежит. На самом деле мы идем во времени. И каждый праздник это как комната в Божьем календаре, куда мы доходим, и там что-то для нас приготовлено. И вот сейчас мы открыли дверь в этот семидневный праздник Суккот, и тут для нас что-то приготовлено от него. Я в это верю. И поэтому каждый праздник для меня Суккот, он особенный. У меня был праздник Суккот, когда я могла молиться буквально в Иерусалиме, government, ну это место, где восседает правительство, там стоит Сука внутри. Ну она не внутри, там такой дворик, и мы заходили и там молились. У меня был Суккот, когда я приезжала туристом в Израиль, и я посетила, мне кажется, такие самые значимые места, где тоже стояла в каждом месте Сука. Если кто первый раз слышит слово Сука, мы не ругаемся, чтобы вы понимали. Буквально это обозначает Божье покрытие, праздник покрытия, это обозначает шалаш. Этот праздник, он записан в Левитах в 23 главе, о нем пишется в числах в 23 главе, о нем есть упоминания у пророков. Поэтому мы, я просто использую это слово, поэтому если вы первый раз, можете мне помахать, если вы первый раз. Нет, у нас все знают, что кто-то, что вы первый раз, приветствуем вас. Поэтому мы не ругаемся ни в коем случае, мы говорим, что это праздник Кущей, праздник покрытия. И вот в зависимости от того, где ты был, вот этот праздник, ну, наверное, вот сегодня у нас будет возможность побыть в Суке, исполнить заповедь, митцва, обязательно посидеть в Суке, помолиться в Суке, съесть что-нибудь. Наши погодные условия не позволяют сделать это на улице сейчас, но у нас есть как бы духовное понимание этого праздника, поэтому все важно, и физическое, и духовное. Если будет у вас возможность где-то сделать это на улице, это будет прекрасно. Давайте мы сейчас, наверное, откроем Левитом 23 главу. Вы видите, да, мне это местописание, я говорила. 23 глава, 39 стих. «А в 15 день седьмого месяца, когда вы соберете произведение земли, празднуйте праздник Господень семь дней, в первый день покой и в восьмой день покой». Давайте следующий, а, первый день, сорокова, да. «Первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». Так говорит Левит, 23 глава, с 39 по 41 стих. «В кущах живите семь дней, всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах». Все, спасибо. И у праздника кущей, вот мы сейчас уже прочитали, есть определенные такие видимые знаки. И если можно мне сейчас вывести картинку с четырьмя видами растений. И вы знаете, когда попадаешь в Израиль в праздник кущей, вот я была, было такое интересное у меня время, когда мы ходили по городу Цфат. Это такой очень религиозный, ортодоксальный город, и буквально возле каждого дома стоит своя особенная палатка. В эту палатку выносят, ну так как есть еще заповедь там спать, и там есть такая возможность. В эту палатку выносится буквально какая-то красивая мебель, стол обязательно, накрываются столы. Ты можешь идти мимо, и тебя просто затаскивают, потому что Ушпизим – это одна из заповедей этого праздника, когда нужно приглашать гостей, когда нужно ждать гостей. И они действительно готовятся, каждый еврей готовится и ждет этих гостей, потому что каждый гость, он может принести что-то, ну какую-то, знаете, вот мы можем, вот действительно, общаясь с братом и сестрой, он просто что-то тебе говорит, а ты получаешь слово от Бога. У кого такое было? И вот когда мы приглашаем гостей, мы взаимодействуем, и иногда Бог нам говорит это слово. Особенная заповедь – это праздник кущей, поэтому готовимся, поэтому зовем гостей, готовим лучшую еду, молимся и ожидаем. И вот, гуляя по городу Цфат, ты просто попадаешь из одной палатки в другую, смотришь на эту красоту, а это еще город такой еврейских мастеров, самые красивые ювелирные украшения, самые красивые картины, художественные, какие-то арт-объекты, касаемые еврейской жизни. Там просто галерея на галерею, и ты просто ходишь вот в таком, знаете, город-музей, город красоты такой, восточный, иудейский, красивый. И гуляя по этому городу, мы набрели норовина, который очень радостно вручил нам арбами ним, это вот такой вот букет, да, правильный, подсказка букет, и об этом написано в Левит, да, там написано, что возьмите от деревьев разные плоды и листья. И у нас была возможность совершить эту заповедь, ты буквально берешь этрок, вот это этрок, и отдельно три вида растений, которые связаны между собой, и ты потрясаешь на четыре стороны и произносишь молитву, которая произносится на эти четыре вида растений. И вот, находясь в этом городе Цфат, ну, у меня была такая возможность, ну, я после этого тоже это делала, но вот это было какое-то такое особенное, я вам поделюсь откровением, которое я получила именно там. Потому что этот город, в котором молитва, она не останавливается иудейская, этот город, который ожидает Машеха, для того, чтобы праздник Суккот, он был в полноте, и мы сейчас об этом поговорим. И вот, потрясая этими видами растений и узнав сущность, почему именно эти четыре вида растений, я получила одно откровение. Сейчас мы немножко обратимся к этим видам растений. Этрог – это такой плод от дерева, само дерево пахнет очень сильно, его ствол, и этог, он и пахнет, и его можно разрезать, и если кто-то смотрел фильм «Ушпизим», там один из гостей он взял и просто выдавил его в чай, потому что это на самом деле цитрус. Ну, просто он больше, чем лимон, он такой большой, чем больше, тем дороже, я вам скажу, и стоит он хороших денег, и за ним гоняются, потому что чем он больше, тем он кошернее, тем он благословеннее, и там к нему приписывается много-много всего, с ним связанных каких-то обрядов. Но мы говорим о духовных вещах. Это плод дерева, у которого и ствол пахнет, и сам плод пахнет, и он обозначает как бы праведника, который и читает Слово Божье, и исполняет. То есть он богат и познанием Божьей мудрости, и также плодами Божьих дел, которые он делает в этом мире. Почему именно это, ну, скажите, гранат красивый, да, и то, и я думаю, что есть такая небольшая отсылка, потому что мидроши, это устные мидроши, но говорят, что в Эдеме, да, в саду, который Бог Адаму и Еве предоставил нам там гулять, говорят, что там каждое дерево, вот, например, если ты подходишь к яблони, то на ней, кроме того, что росли яблоки, само дерево пахло яблонью, то есть все благоухало. То есть каждое дерево по плоду своему, оно имело и такой же запах. И вот этот рог, это плод, который имеет запах своего дерева, а дерево имеет запах своего плода. Вам ничто это не напоминает? Три вида растений дальше, да, мы смотрим. Это такой лист пальмы, который еще не распустился вообще, пальма, вы знаете, она такая широколиственная. Одно из толкований, что это как антенна в небо. И пальма, она приносит вкусные плоды, но она никак не пахнет. И это указывает на тех людей, которые имеют плоды, но, так скажем так, изучают слово, ну такое, знаете себе, ну так, поверхностно. Но зато делают добрые дела и, как говорится, считаю, что все у меня хорошо будет со Всевышним. Мирт, это наоборот те люди, которые сидят, они изучают, 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 они сильно излучают из себя сильный запах, торы, знания Библии. Но когда посмотришь в жизнь этого человека, плода нет, нет плода у него. Ну и Ива, это такое себе, знаете, верба речная, она такая себе просто Ива. Ну то есть у нее ни вкуса, ни запаха. Зачем она нужна? Ну, она для чего-то, конечно, нужна. Но вот Всевышний повелевает нам все это соединить, все вместе. И традиция раввина, они учат, что это вот все мы, дети Израиля, которые именно в Суккот должны быть в этой связке. И, произнося благословение, мы произносим на всех детей Израиля это благословение, чтобы все вошли в полноту. И вот, когда я взяла первый раз физически все четыре вида растений, взяла этот рог в одну руку, взяла эту связку, и я поняла, слушайте, написано, нет праведного ни одного. Мы знаем одного, кто знал Слово, знал всю Тору и исполнил всю Тору. Остальные, как бы они не хотели, и как бы, наверное, не стремились к этому. Но мы говорим, что нет праведного ни одного. И вот потрясая этим пучком, этим букетом, ты понимаешь, что Ешуа, он взят от дерева, и он ствол, это отец, и у него есть вкус и есть запах. Потому что, зная Слово, он исполнил Тору. Написано буквально, он исполнил всю Тору. И все, что Бог повелел, он исполнил. Все праздники, которые мы празднуем, он исполнил. И вот этот пучок из трех видов растений, я верю, что это народ Израиля, который сейчас находится в таком состоянии, что он ожидает этого соединения. И когда это соединение произойдет, мы знаем, написано в Римлянах 8 главе, это будет благословение для всего мира. И потрясая этими видами растений, если вы поймете это пророческое действие, вы поймете, что благословение распространится на весь земной шар. Потому что есть праведник, который пришел к своему народу. Да, произошло отчуждение. Произошел какой-то, ну, мы знаем, что у Бога нет случайностей. Произошла вещь, которая разделила. Но в последние времена написано, что Израиль, он примет своего Машеха. И я думаю, глаза многих откроются, почему мы это делаем. Потому что многие делают, да, четыре вида растений, да, были какие-то праведники, да, есть какие-то праведники. Но на самом деле эта заповедь, она имеет очень большой смысл духовный в жизни Израиля прежде всего. Мы должны это осознавать, и это духовное действие. Мы должны приближать приход Машеха, потому что это будет слава для всего мира. Вот одна из митцвот праздника Суккот, которая для меня открылась, это было много лет назад, это было в Израиле, это было в религиозном городе Цфат. И я вам хочу сказать, что я не останавливаюсь и молюсь за Израиль. Потому что Ешоа сказал, увидите, он придет, когда его народ скажет, Баруха Баба Шем Адонай, благословенный грядущий во имя Господне, откроет свои глаза и увидит, что он тот самый праведник, тот самый Маше, который был послан от Отца, который имеет вкус и запах того дерева, от которого он был дан нам в этот мир, потому что он есть первенец, сын. Одна из заповедей Суккот. Это был мой Суккот много лет назад. Это мое откровение, я делюсь сегодня. Поэтому, когда вы увидите вот это вот произведение, букет, не думайте, что что-то там евреи с этим делают, носятся с этим и трогом, ищут его. Они буквально его ищут. И мы знаем, что они ждут и ищут своего Машеха. Они ищут того праведника. Они всматриваются в своих раввинах. Некоторые делают их праведниками. Но мы знаем, кто есть праведник. Амен. Ишуа, он тот самый Мессия, который был взят от Отца, который был дарован Израилю для того, чтобы Израиль вошел в этот праздник. И если мы будем смотреть на праздники, вот эти три важных праздника, то мы говорим, что Пейсах, он уже произошел. Правда? Это было в прошлом. Евреи вышли из Египта. Мы знаем, что был принесен Агнец. Кровь его была на евреев. И смерть, она прошла мимо. Мы также знаем второй праздник Шавуот, когда это праздник первых плодов, первой жатвы, когда срезаются первые колосья. Большой праздник. И мы знаем, что Руах, он был дарован этому миру. И Кегела, Божья община, она начала быть на этой земле и провозглашать дела Господней. И мы понимаем, что Суккот, вот он самый непонятный, потому что это праздник будущего. Это вот праздник, когда вот все будет едино, все соединится с ним. И тогда народ Израиля, он поднимется и благословит все народы. И об этом написано в Захарии 14 глава. Откройте мне, пожалуйста. Давайте, наверное, 15 стих. Захария 14 глава, 15 стих. И будет, если какое... Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздник кущей. Вот, что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздник кущей. Я думаю, здесь очень интересное тоже местописание, которому мы... Ну вот, где-то, наверное, очень непонятно, почему все народы будут поражены, если они не придут праздновать праздник кущей. Почему такие жестокие наказания обещает Всевышний уже, казалось бы, в будущем времени, когда мы себе даже не представляем, что это за время. Мы так немножко, приоткрыв завесу Писания, приоткрыв завесу Откровения, знаем, что будет война, а многие меня спрашивают, может, сейчас уже эта война. Но мы знаем, что все народы будут против Израиля, и мы знаем, что Бог сделает великое чудо, и Израиль будет восстановлен, и в тот момент народы убоятся, и придут именно в это время, придут для поклонения Всевышнему Богу в страхе, в страхе перед Богом, в страхе перед Израилем, потому что он будет силен, и придут и будут поклоняться именно в земле, в Эрец Израиль, в Иерусалиме, именно на праздник кущей, именно на Суккот. Я вам скажу, есть много пониманий также этого местописания, но мы знаем, что праздник кущей также нам напоминает, что будет вот эта хупа, когда расстилается покрывало, и под него становятся двое, жених и невеста. И мы знаем, что наш Всевышний Бог – это наш жених, а мы, его община, мы его невеста. И именно в праздник кущей, так говорит пророчество, мы будем стоять под этой хупой в единстве с нашим Всевышним, в этом, уже убрали картинку, в этом соединении с Ним, и все народы будут просто трепетать и видеть эту славу, потому что народ Израиля жив, потому что Бог, все, что Он определил в Своем Слове, пройдя тысячелетия, Он воссоединится со Своим народом, и все народы вокруг они будут ликовать, и все народы вокруг будут радоваться, и поэтому одна из заповедей этого праздника, я повторюсь, это радоваться. Радоваться через страх, радоваться, может быть, через какие-то свои переживания, но видя победу Бога в этом мире, все будут радоваться. Видя победу Израиля, все будут радоваться. И сейчас уже к сукоту этого времени хочу вернуться, и вы знаете, что этот сукот, он очень сильно радостный в стране Израиля. Это буквально радость, которая мне позвонил сын, он в Газии, и он говорит, у нас очень тяжелое время, но мы такие счастливые, мы так радуемся. Это было в тот день, когда Синвара буквально достали, и все ребята, которые были там рядом, видели, что главный враг Израиля именно на данный день, на данный момент, он мертв. И поэтому мы будем радоваться, давайте будем радоваться вместе с Израилем, потому что это Божья победа, это Божья победа. И я вам хочу рассказать притчу, это такая майса израильская, знаете, Синвар приходит к пророчице и говорит, я умру, она говорит, да, умрешь. Он говорит, а как я умру? Она говорит, не знаю, как ты умрешь, но это будет на еврейский праздник. Он говорит, а на какой еврейский праздник это будет? На Пасху, на Шавуот. Вы знаете, что Синвар, он особенно, он, во-первых, находился в тюрьме в Израиле, его лечили врачи Израиля, ему продлили жизнь, у него был рак головного мозга. Таким образом, Израиль получил ДНК Синвара. После этого он ушел в подземелье, изучая жизнь израилетян, зная их праздники, зная их слабости, сильные стороны. То есть, это такой особенный враг Израиля. И вот он спрашивает провидицу, она говорит, ну это точно будет на праздник Израиля. И зная праздники, он говорит, на Песах? Она говорит, нет. На Шавуот? Он говорит, нет. Потом она говорит, слушай, когда ты умрешь, всегда будет праздник. Бинго! Бинго! Это случилось в Суккот. Это случилось, и весь Израиль сейчас, в единстве празднует этот праздник. И я вспоминаю, ровно год назад, находясь в Израиле, мы приехали, я уже рассказывала, это не самое такое простое время, когда ты попадаешь в другую страну и начинаешь новую жизнь. И тебе, собственно говоря, там не до выборов, не до каких-то кандидатов, не какие-то политические. Думаю, ой, оставьте это все, это сейчас вообще не для меня. Кто-то за премьер-министра, кто-то против. Но что самое такое, знаете, что просто народ кипел. Манифестации выходят против, выходят за. Тут сегодня автобусы уже не ходят, потому что там забастовка. Сюда мы доехать не можем, потому что там все перекрыто. И ты думаешь, а ты тут со своими какими-то проблемами, а тут они, значит, все что-то их там вот так вот. Ну, народ был очень сильно разделен. Левые, правые, религиозные, ультрарелигиозные, против религиозных, религиозные, против светских. И вот это вот все происходило, происходило, бурлило, такой котел. И никто не понимал, как это, ну, чем это закончится, и что из этого будет. А мы тут, я говорю, тут новости эти, тут новости, война в Украине. И ты вообще думаешь, я как-то буду немножко пока в стороне от всего этого. И вот наступает праздник Суккот. И все действительно очень, ну, как бы расслабляются, потому что такое время, что ты должен провести с семьей в Суке. И это делают религиозные, нерелигиозные, ортодоксальные, ультра и просто светские. Действительно строится Сука. Все у каждого припасено. Есть особенная посуда, есть особенные приглашения. И люди просто собираются по-семейному, проводят время. Ты можешь зайти к любому, ну, я уже говорила, в Суку, тебя примут, с тобой поговорят. Очень хорошее время. И ровно год назад мы как бы, весь Израиль, он наем Кипур, он останавливается, перестает ходить весь транспорт. Потом начинается праздник Суккот плавно. И мы вот в таком, знаете, расслабленном, немножко в таком отдыхательном состоянии. Заканчивается Суккот, начинается Симхат Тора, еще все со своими семьями, еще такая тишина. мы собираемся тоже поехать на источники, и нам надо рано выезжать. И звонок, и сын мне говорит, командир сказал, никуда никому не ехать. Через пять минут приходят сообщения, тут такое. Через десять минут приходят сообщения, тут столько крови. Через двадцать минут приходят сообщения, никому никуда не выходить, закрыть двери, забаррикадироваться в защищенных комнатах, никому не открывать. Через час просто тьма покрывает Израиль, тьма страха, тьма смерти, тьма крови. И начинают приходить новости о том, что огромное количество людей, оно уже погибло, просто горы трупов, начинается вопль, и просто Израиль начинает, в Израиле начинается биться одно сердце. Сердце от тех, кого захватили в заложники, сердце от тех, кто погиб. И это сердце начинает биться, и оно до сих пор бьется, и оно одно. Потому что весь, весь народ Израиля, он един. Так сотворил Бог. Поэтому евреи, когда они молятся, они знают, что они молятся за себя, и за тех, кто исполняет Тору, и за тех, кто не исполняет Тору. Единство пришло. Это суккот. Этот суккот, это суккот единства в Израиле. Потому что одно горе. В каждой семье есть человек, который знает того, кто погиб лично. Все отплакали, и у Израиля один враг. Нет врага на юге, и нет врага на севере. Есть враг, который хочет уничтожить Израиль. Я хочу вам сказать, у нас тоже есть один враг. Он духовный. Он хочет уничтожить каждого человека, который верит в великого Бога. Потому что мы ему не нравимся, так же, как Израиль не нравится. У нас есть один враг. Это тот же корень, который не любит сейчас каждого украинца, который возбуждает этот дух войны. И я думаю, то, что нам нужно понять в этот праздник, это праздник единства, этот праздник радости, несмотря на все горе, которое есть, которое произошло, этот праздник радости, потому что мы знаем, что Бог, Он сражается за нас. Аминь. Мы сегодня пели эту песню. Он победил всех врагов нашей жизни. И Он побеждает врагов нашей жизни. Поэтому мы спокойно можем заходить в суку, у которой нет крыши, у которой ветхие стеночки, потому что находясь в этой суке Божьего покрова, ты и я, мы можем ощущать эту Божью защиту, которую Он дает. Он дает ее тогда, когда мы понимаем смысл этого праздника. Быть едиными с друг другом и быть едиными с Ним. одна из главных, наверное, центральных тем этого праздника. В Захарии там написано, что люди, которые боялись Господа, они брались за руки, поднимали их вверх и говорили, мы едины. Это было в Суккот. Сейчас весь Израиль поднимает, берется за руки. В Израиле это нормально, это мне когда, мне одна пожилая еврейка рассказывала, когда в 48, она была в 48 году, она жила в Тель-Авиве, это не был высотный город, это были небольшие дома. Она говорит, ты выходил просто из своей квартиры, и тебя подхватывала толпа, тебя брали за руки, и просто это был огромный хоровод единства, радости, потому что народ Израиля жив, потому что есть свое государство. Сейчас евреи выходят на площадь, они берутся за руки, они танцуют этот танец единства, потому что уничтожен на данный момент главный враг Израиля. Он, знаете, тот человек, который постоянно был против освобождения заложников, а заложники сейчас, это главная тема, весь год главная тема для Израиля, это боль Израиля, потому что за одного солдата, когда-то Синвар, он оказался в таком положении, что его обменяли за одного солдата Израиля, но вместе с ним еще поменяли 1199 человек. Это ценность человеческой жизни, это ценность того, что это сердце народа, что ради одного мы отдадим тысячи, но мы будем едины. И я думаю, что сейчас это послание для каждого из нас, здесь находясь, чтобы мы также ценили ту общину, которую Бог нам дал, каждого брата и сестру, которая сидит с нами рядом. Да, он может быть только пахнет, читает Тору, но мы не видим в нем хороших дел, или наоборот, он как эта Ивушка, знаете, на ветру пока вот так вот колыхается, но он с нами, а может быть он как пальмовая ветвь, мы не знаем, кто из нас кто. Но я думаю, что главная тема этого праздника для нас сейчас это быть в единстве. В единстве в борьбе против нашего общего врага, в единстве друг за друга, чтобы никто из нас не отпал, не ослабел, в единстве, когда мы плачем вместе, когда у нас какие-то случаются неприятные вещи, в единстве, когда мы в праздниках можем провозглашать Божью славу на этом месте, в единстве, когда мы, вот я слышала, начинается акция «На кроме голодного», для этого нужно единство. Когда ты придешь и станешь в стороне, ничего не будет. Бог, Он приходит на наше единство. Его верность, она покрывает наше единство. Нам нужно зайти все вместе в эту суку под Божье покрытие. И тогда каждый из нас получит то, в чем он очень сильно нуждается. А я думаю, что больше всего мы сейчас нуждаемся это в дружбе, во взаимопонимании, в поддержке. Когда у нас нет хлеба, нам дадут хлеб, потому что человек, который рядом с тобой, близко, он знает твои проблемы. если тебе нужно молиться за здоровье, за тебя, можно, конечно, попросить Вселенскую Церковь помолиться, но лучше попросить кого-то, кто рядом с тобой, кто может возложить на тебя руку, кто будет сострадать и проходить с тобой вместе эту болезнь. Единство одна из главных заповедей этого праздника. Единство, наверное, это как одна из основных черт этого праздника. И мы говорим, что самое главное единство, это единство нас, его народа с нашим Творцом. Она происходит через вот нашего праведника Ишуа. Когда мы воссоединяемся с ним, я попрошу, чтобы вы сейчас открыли Иоанна 17 главу. 17-22 стих, да? Не-не-нет, 17-й, 17-го по 22-й, да, мы будем их читать. Ешуа, перед тем, как взойти на Голгофу, молился. Вы знаете, чем больше понимаешь смысл того, что записано в Торе, Божьих праздников, ты понимаешь, когда апостол Павел говорил, болен ли кто из вас, больно все тело, это все записано во всей Торе, это все записано во всем Писании. Это не, мы думаем, вот это в Новом Завете, а вот то в Старом. Нет, все записано уже. И апостолы, они просто брали и толковали, это был как мидраж, они брали Слово Божье, они были вдохновлены Духом Святым, они понимали, что сделал Ешуа, и они это просто растолковывали нам. Ешуа, как тот, кто пришел к нам, был данным от Отца, он говорил просто Божьи планы, Божьи заповеди, и он говорил, 17 стих, «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Представляете, она со всех. Мы в этом, в этой связке все, мы вот сейчас здесь. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». И буквально «Едино» на иврите, есть слово «эхат», есть слово «яхат», «баяхат». Мы должны быть вот действительно как это одно, в этой всей связке. И Бог говорит, что Он освящает нас именно таким образом. Он благословляет нас именно таким образом, когда мы едины. Он с нами именно тогда, когда мы едины с Ним. Как Он един со Своим Творцом, как Он един со Своим Отцом. И мы все едины. Понимаете, какая глубина находится в празднике Суккот. И будет хупа, будет брак ангца с его церковью. Будет брак Машиеха со своей общиной. И мы будем там, в этой хупе. Потому что мы вот тут, мы завязали себя. Мы привязали себя к брату и к сестре. Мы привязали себя к этой кигеле. Мы здесь вместе. Мы вместе проходим хорошее время, плохое время. Мы вместе молимся, мы вместе плачем, мы вместе радуемся, мы вместе кого-то провожаем и вместе кого-то встречаем. И написано, что если мы вместе, то кровь его, она очищает и освящает нас от всякого греха. Когда мы вместе, когда мы баяхат, когда мы едины. И я хотела попросить группу прославления. Мы подождем. Сегодня для общей молитвы, знаете, я хочу, чтобы мы сейчас, как Захария 14 главе, взяли за руки и подняли наши руки и показали, как мы вместе, в единстве празднуем этот праздник. Мы в единстве с Ним, в единстве с Его народом, в единстве с друг другом. В этом большая сила. Наша сила против врага. Мы также, Святой Отец наш, молим Тебя сейчас за единство всей церкви, каждой общины, по всему лицу земли в эти особенные праздники. как Израиль, как Израиль когда-то приносил 70 быков, валов за все народы. Мы, как еврейская мессианская община сейчас приносим эту молитву за все народы. Мы молим Тебя, чтобы покаяние, оно накрыло землю, чтобы были остановлены все войны. Боже, мы молим Тебя, Святой, чтобы единство Твоей церкви пришло, несмотря на все разделения, которые сейчас есть, чтобы они все были просто разрушены и рассеяны, как труха сейчас. Чтобы каждый возрел на Того, Который был пронзен, Который отдал за себя, за этот мир. Чтобы мы были прощены. Мы, как еврейская община, молим Тебя сейчас за все народы. Мы желаем, чтобы дожди и благословения не приходили в жизнь каждой церкви, каждой общины. Мы молим, чтобы откровение об Израиле, о единстве Израиля со своим Творцом, о единстве со своим Машехом, оно наполняло, как откровение эту землю. Машех, мы верим, Боже, что в будущем, в Суккот, мы узнаем друг друга, увидим друг друга. Мы увидим плоды наших молитв. Мы увидим единство Твоей церкви со своим женихом. Мы увидим единство Твоей церкви с Израилем, с каждым евреем. Мы увидим в духовном мире эти чаши, наполненные молитвами об единстве. Мы поднимаем сейчас наши руки, соединенные вместе, как в Суккот, когда будет последнее время, пророческое время. мы сейчас приоткрываем завесу этого будущего времени и говорим, вот мы, мы один народ, мы одно сердце. Мы хотим быть ближе к Тебе, Ишуа, ближе к друг другу. Боже, прости, если не понимали брата, сестру, прости, если были насмешки, прости, если были обиды, прости, если не ценили, прости нас. мы взываем к Тебе. Мы хотим быть под кровом Твоим, под Твоими листьями, под Твоим куполом из этих облаков небесных благословений. Мы хотим созерцать Твою красоту, смотреть через эти листья, через эту суху на небо и видеть все то великое, то, что Ты приготовил для каждого из нас. Мы сейчас взираем на Тебя, Ишо, Агнец Божий, и мы говорим одно сердце, говорит Баруха, Бабыше, Мадонай, благословен грядущий во имя Господня, благословен грядущий на небесах, благословен грядущий при трубном звуке, благословен Ты, Ишо, наш Маши, как царь Израиля, праведник, который исполнил все слово. Мы говорим, что все Твои благословения в Тебе, Ишо, Ада и Аминь в нашу жизнь, в нашей общине. Боже, убери все разделения, веди нас за собой. Раскрой нам этот праздник сегодня по-новому. Раскрой нам ту заповедь, когда мы будем приглашать друг друга в гости, открывать друг для друга сердце, не бояться друг друга. Враг, он хочет разорвать наши связи. Но написано в Твоем слове, что слово Твое строилось взаимоскрепляющими связями. Тело Твое строилось взаимоскрепляющими связями. Ты голова, мы тело. Мы любим Тебя. Спасибо Тебе за Твой сукот, радости и единства. прости, если не радовались. Нам есть о чем радоваться. Написано, что мы должны радоваться не тому, что бесы повинуются, а тому, что наши имена записаны в книге жизни. И я верю, что все стоящие здесь мы получили хатиматова на весь следующий год. И мы проведем его в единстве с Тобой и с друг другом. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Святой. Спасибо, спасибо, спасибо Туда. Анима спасибо, спасибо. Спасибо. Анима мы с тобой въезде.